Таллиннская коалиция во имя здоровья была создана в 2008 году как постоянная комиссия при гору праве. В ней состоят 35 членов, среди которых различные городские департаменты и районные управы, вузы и некоммерческие организации. Они сообща решают, как сделать жизнь человека более здоровой и качественной. На сегодняшний день одной из самых злободневных тем стал вопрос об употреблении алкоголя. После разрешения пить спиртные напитки в общественных местах проблема только усугубилась, о чем сразу заявили местные самоуправления и сами горожане. Главным противником алкогольной вольницы выступил Таллинн, который многократно упоминал о том, что разрешать выпивать в общественных местах должно быть категорически запрещено. И выпустил собственное постановление на запрет, разрешив пить лишь у президентского дворца и у здания парламента. На данный момент правительство услышало протесты горожан и вернуло запрет на распитие алкоголя в общественных местах. Сейчас он обсуждается в Риге, Когу. Впрочем, Таллинн не только иронизирует, но и пытается решить проблемы эффективными методами. Если мы хотим заботиться о своем народе, то необходимо снова превратить публичное распитие алкогольных напитков в неподходящих для этого местах в поступок, достойные порицания, но никак не одобрения. Все время Таллинн стал первым городом, который запретил ночную продажу алкоголя. После этого и государство было вынуждено последовать примеру города. Вице-мэр по вопросам здравоохранения Америки Мартинсон отметила, что до сих пор государство взирало на обилие пьяных людей в городе с олимпийским спокойствием. И хотя у самоуправления в законодательном смысле руки короткие, их нельзя опускать. Директор Института конъюнктуры Марья Йозинг, выступавшая на сегодняшнем заседании, также отметила, что статистические данные говорят о том, что жители Эстонии пьют чрезмерно много. Причем, если в южных странах, в Италии, Испании и Франции, значительно больше люди употребляют вина и при этом осуждают пьяных людей, то в Эстонии гораздо больше пьют пиво и водки и достаточно толерантно относятся к пьяницам. Самым высоким употреблением алкоголя в нашей стране было в 2007 году. 12,5 литров абсолютного алкоголя в год на одного человека. Сейчас этот показатель составляет 10, но тенденция к понижению не должна нас радовать. Мы по-прежнему пьем очень много, что влияет на здоровье нации, воспитание детей, возникновение несчастных случаев, увеличение безработицы и так далее. Это большая проблема с огромными последствиями. Марья Йозинг отметила, что согласно опросам, сами жители Эстонии очень недовольны тем, сколько употребляется алкоголь. И замечают, что пьяных людей на улицах слишком много. В общей сложности 83% опрошенных в прошлом году респондентов сказали, что нужно ввести жесткие ограничения, а также значительно ограничить доступность алкоголя. Ведь практически каждый житель столицы проживает в 10 минутах ходьбы от алкогольного магазина.